МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Под присмотром заходом ЕГЭ в столице Чуваши следят в ситуационном центре. Пора по паркам. В Чебоксаре вскоре преобразятся места отдыха. Закинь портфель подальше. Национальная телерадиокомпания отметила День защиты детей. Предприятие Чуваш-Автодор признано банкротом. Сейчас там введена процедура конкурсного управления. В Чуваш-Автодоре работает 810 человек. Все они находятся под угрозой увольнения. Предприятие может вообще прекратить работы. У Чуваш-Автодора огромные долги, невыполненные контракты. Сегодня в Доме правительства обсуждали пути выхода из сложной экономической ситуации. Ситуация начала ухудшаться в 2014 году. Банки, долгое время кредитовавшие предприятия, закрыли кредитные линии и потребовали выплаты. Всего Чуваш-Автодор выплатил банкам около миллиарда рублей при рентабельности 10-15 миллионов. Соответственно, стали уменьшаться активы и оборотные средства. За последние полгода запчасти не закупались. То есть техника стоит, начиная с февраля, марта, апреля месяца, просроченная на технику. Техника стоит хорошая. На нее просто элементарно не закупалась даже страховка. Нет ОСАГО. То есть техника стоит, работать на ней можно, но невозможно. Она не может выехать. Все финансовые средства, которые поступали, они направлялись только на погашение заработной платы. В феврале стало понятно, что предприятие не сможет нормально функционировать. Мы выходили и велись переговоры с основными кредиторами. Это банки Сбербанк, ВТБ, Металлоинвестбанк и Юникредит. К соглашению в конечном счете общему не пришли. Каждый банк занял свою позицию. В целом у предприятий были контракты на два с лишним миллиарда рублей. Были заказы, строительство дорог в этнопоселении Ясно, парки 500-летия Чебоксар, ремонт мостов, строительство проспекта Айги. Но работы так и не были выполнены, а средства пришлось вернуть в федеральный бюджет. Общая сумма долга сейчас почти миллиард. Сорваны работы на сумму 570 миллионов рублей. Пока действуют контракты по 11 объектам, в том числе по ремонту межмуниципальных и республиканских дорог. К сожалению, здесь, наверное, может быть и нам более жестче надо было контролировать предприятие. Может быть, раньше нужно было вводить процедуру наблюдения, и конкурсную, может быть, более внимательно следил. Но все-таки руководство предприятия решало какие-то свои краткосрочные такие цели. Ну, как показано, способный аудит конкурсного управляющего и аудит, проведенный за последние два года. Вообще баланса предприятия, что там были, ну, так скажем, нарушения или там неправильный учет. Вице-премьер правительства Михаил Резникова говорит, что основную задачу в минувшую зиму содержание дорог предприятие выполнило. Затем был назначен новый генеральный директор, который отказался от небольших контрактов. Арбитражный суд принял решение о переводе 80% средств основному кредитору. В итоге вся выручка предприятия уходила на погашение кредиторской задолженности. После введения конкурсного производства началось расторжение договоров. Представитель Сбербанка Владислав Гольцев говорит, что долгое время шли навстречу руководству предприятия, заключили мировое соглашение, но его условия не соблюдались. Поэтому кредитная организация просит разрешения у правительства Чувашии до 6 июня продать свои долги по договору цессии новому инвестору за 230 миллионов. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас теряется время, которое необходимо для расторжения договоров и заключения новых контрактов. Почему мы в ноябре и декабре с Чуваш Автодором не расторгнули все эти контракты, которые нужно было расторгнуть? Сейчас необходимо провести сверку выполненных ранее работ, чтобы дебиторы Чуваш Автодора вернули ему средства. Пока только 4 муниципалитета сверили акты работы, остальные пытаются провести взаимозачеты. Конкурсные управляющие заверяют, что такие сделки будут решаться в судах. А если это допустить, то строительство, ремонт и реконструкция дорог Чуваш Автодора в республике может и не начаться. А 800 сотрудников предприятия вынуждены будут искать новую работу. Подводя итоги совещания, Михаил Игнатьев подчеркнул, что основной задачей является обеспечение безопасности дорожного движения, завершение в кратчайшие сроки ямочного ремонта. И отметил, что органы власти должны защищать интересы людей и государства, а не идти на поводу интересов бизнеса и банков. Этиана Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. На совещании о перспективах химической промышленности, которое прошло накануне в городе Спутники, был поднят вопрос о возможном переносе технологии Волгоградского химпрома на территорию Новочебоксарского предприятия. Власти Чуваши выступают против этого. Ситуация на обанкротившемся заводе Волгограда удручающая. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Это предложение инициировал депутат Госдумы, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Есть там станки, технологии, оборудование, которые вполне можно было бы задействовать на площадях Новочебоксарского химпрома. Поэтому я считаю, было бы правильным лишить статуса стратегического Волгоградским химпрома, потому что реально он такой функции уже не выполняет. Вывести вполне работоспособное оборудование, технику, станки сюда, Новочебоксарск, организовать здесь производство. Но реализовать эти планы нереально. Завод признан банкротом, его работа приостановлена, оборудование ржавеет и выходит из строя. Категорически против этого предложения выступает советник главы Чувашия Ярослав Кузнецов. Восстановление этого предприятия, мы пробовали и считали, оно экономически уже не обоснованно. После остановки предприятия осталось незавершенное производство. Это во многом токсичные отходы. Бюрократические проблемы с выделением финансированной рекультивации, проблемы с кредиторами привели к тому, что сегодня менеджмент, который управляет заводом, находится в заложниках с этими химически опасными отходами. Не поддерживает позицию о переносе волгоградского производства и председатель правительства республики Иван Маторин. С учетом того, что все-таки это химическое производство опасное, надо понимать, в каком состоянии находится оборудование волгоградского химпрома и в каком виде оно будет перемещено здесь в Чувашию. Как вот здесь говорилось, большое внимание уделяется общественному восприятию всех таких вопросов. Это необходимо, наверное, обсуждать и с правительством республики, и с собственниками обоих предприятий. На волгоградском химпроме очень сложная процедура банкротства. Вы это слышали, это стратегическое предприятие Российской Федерации. Его невозможно просто обанкротить. И вот на слуху, допустим, долги по энергетике нашего группы компаний тракторные заводы, это порядка миллиарда рублей, а здесь 8 миллиардов. Охрана окружающей среды и безопасность жителей республики всегда были в приоритете у руководства республики. Предупреждать возможные угрозы власти региона, намеренные впредь. Медрик Валев, Эндрис Передонов, Республика. Национальное телевидение Чувашии продолжит следить за развитием событий. Мнение ведущих экспертов по этому вопросу в наших следующих информационных выпусках. Тысячи выпускников продолжают сдавать единый госэкзамен. Наблюдатели следят за ходом тестирования как на местах, так и удаленно. Наша съемочная группа побывала в Республиканском ситуационном центре государственной итоговой аттестации, где в режиме реального времени контролируют экзаменационный процесс. На мониторах видны лица взволнованных выпускников. Сегодня они проверяют свои знания по математике. От результатов этого обязательного экзамена зависит многое. И получение аттестата, и поступление в ВУЗ. Ребята решают сложные задачи и уравнения под строгим контролем не только людей, но и электроники. Во всех аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. По ту сторону объектива находятся специалисты Республиканского ситуационного центра. Именно они быстро и оперативно выявляют все нарушения. Я вижу все аудитории, каждого ученика с двух позиций. Каждая аудитория две камеры. Я наблюдаю за тем, чтобы два организатора не подходили к одному и тому же ученику. Лично я нарушений не выявляла. В режиме онлайн видно, как проходит экзамен во всех районах Чувашии. Наблюдатели следят не только за учениками, но и за организаторами. В 209-ю, да, там два организатора сидят вместе сзади. А у нас организаторы как должны сидеть? Разговаривают друг с другом давно при том. Вовсеместное онлайн-наблюдение новшество этого года. Камеры установлены во всех 36 пунктах приема экзаменов. В аудиториях они расположены так, что незаметно достать шпаргалку и списать не получится. Проследить за ходом тестирования можно из любой точки России. Все собрано воедино на портале смотритеегэ.ру. Необходимо лишь ввести логин и пароль. Такая система позволяет сделать процедуру сдачи ЕГЭ максимально прозрачной. У нас таких нарушений порядка пока и по 9-11 классам было 38. При выявленных фактах это в основном сотовые телефоны и шпаргалки. Наказание действительно очень серьезное. За нарушение порядка, то есть за наличие телефона, бумажных источников информации, так называемых шпаргалок, выпускники удаляются с экзаменов и без права пересдачи. 11-классники в этом году, 9-классникам можно будет пересдать в сентябре этого года. Благодаря видеонаблюдению удается выявить немало нарушений, около 15% от общего числа. Еще один плюс – записи хранятся в архивах несколько лет, что помогает решить любые спорные ситуации. Принимаемые меры контроля важны, но они не решают проблему целиком. Средствами ужесточения никогда проблемы морали и проблемы культуры не решались. Надо усилить воспитательную часть в наших школах. Надо воспитать в наших ребятах уважение к закону. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. В этом году отмечается 85 лет правительственной междугородней связи. Необходимость ее создания для нужд государственного управления была вызвана тем, что все существовавшие ранее виды связи не могли обеспечить сообщением должную конфиденциальность. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев поздравил сотрудников ведомства с праздничной датой. Официальной датой создания правительственной междугородной связи, основы будущих систем правительственной, а затем и президентской связи СССР и Российской Федерации принято считать 1 июня 1931 года. Как и раньше в сложные моменты истории, правительственная связь остается надежной основой государственного управления. Разработки сотрудников ведомства во все времена были инновационными. И по сей день наша правительственная связь работает с использованием самых передовых технологий. Своевременная правительственная междугородная связь в условиях бурного развития информационных технологий и возникновения новых глобальных угроз по-прежнему соответствует своему предназначению, решая ряд ответственных задач по внедрению современного оборудования, отвечающего самым высоким стандартам качества и надежности, обеспечивая управление государством. А решение многих функциональных и прокладных задач в интересах правительственной связи способствовало общему развитию научно-технического потенциала нашей страны. Глава Чувашия Михаил Игнатьев поблагодарил действующих сотрудников и ветеранов, заложивших традиции высокого профессионализма. Была отмечена особая роль службы во время Великой Отечественной войны, в современных конфликтах и зонах катастроф. В самых первых дней ваши деятельные основные принципы организации и обеспечения бесперебойного функционирования правительственной связи выполнялись в полном объеме, четко, без каких-либо сбоев. Уважаемые коллеги, примите слова самой искренней благодарности за ваш ответственный труд и мужество. Лучшим сотрудникам в честь 85-летия со дня образования Междугородней правительственной связи были вручены заслуженные награды. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Ситуация на дорогах Республики за последние пять месяцев улучшилась. Об этом сообщил прессе начальник управления ГИБДД по Чувашии Владимир Романов. О снижении аварийности свидетельствует 11-процентное сокращение ДТП. При этом количество погибших сократилось также на 11%. Существенно сократилось и количество раненых почти на 20%. Одним из наиболее проблемных направлений деятельности остается предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей. По статистике, каждое восьмое ДТП совершается в состоянии алкогольного опьянения. Гибель почти половины всех погибших была связана с выездом на полосу встречного движения. Ежегодно май характеризуется резким увеличением ДТП, связанных с опрокидыванием транспортных средств. В результате чего в этом году погибли 10 человек. Владимир Романов, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ситуацию с ДТП с участием сына главы администрации Чебоксар. Протоколы составлены, все участники понесут наказание в соответствии с законодательством. Материал направлен в суд по месту жительства. Июнь только начался, а впереди ожидается много праздничных мероприятий, требующих от сотрудников автоинспекции немало усилий для сохранения благоприятной ситуации на дорогах республики. Для этого необходимо использовать московский опыт скрытого патрулирования, отметил Владимир Романов. Родион Архипов, Анастасия Аленгина, Олег Якимов, Республика. Взрослым скамейки, детям качели и карусели, подросткам вай-фай без пароля. Этим летом столичные парки обновят. Гуляла по аллеям и узнавала подробности Ольга Пырочкина. Пора по паркам. Чем жарче становится на улице, тем меньше свободных мест на лавочках в тени аллей. Все три основных парка столицы Чувашия. Лакреевский лес, парки Николаевы и Пятьсотлетия этим летом преобразятся. С вопросом, чего вам не хватает в городских парках сейчас, что бы вы добавили, мы обратились к гуляющим. Бесплатных аттракционов для детей, которые до двух лет или два года. Потому что очень много аттракционов, которые уже такие для больших детей. Можно было побольше цветочков? Ну, аттракционов, по-моему, достаточно. Ну, если только скамеек, где можно отдохнуть. Можно бесплатных каруселей какие-нибудь, то все очень дорого. Бассейн, где купаться. Ну, еще... Ну, вроде все есть. А тебе как? Площадку там. Все убрали, мои любимые аттракционы. А что в площадке хочешь видеть? Ну, что-нибудь новенькое. Там качели дорогие. Ракушки, как в Лакреевском лесу. Побольше магазин, где бы продаваться побольше мороженого. А хотите в парк, чтобы интернет был? Да, Wi-Fi. Без пароля. Многое из того, что перечислили горожане, заложено в проектах обновления. Так, в Лакреевском лесу, помимо ремонта тротуаров, система освещения и зеленения обновят детскую площадку. А для родителей появится Wi-Fi без пароля. Обещают даже возможность заряжать гаджеты. Кроме этого, у нас, конечно же, запланировано очень много сидячих мест. Мы заказываем в едином стиле скамейки. И они будут у нас располагаться вдоль центральной аллеи. Около центральной сценической площадки тоже предусмотрено многофункциональный, многоуровневый комплекс скамейок, где можно будет и полежать, и посидеть, и посмотреть, и компаниями. И, кроме этого, эти скамейки будут мобильные. Из них можно будет складывать, например, слово «Чебоксары». По словам директора управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, на работы по их части в этом парке потребуется порядка 5,5 миллионов рублей. По парку Николаева, который также ждут обновления, эстрады, озеленения, малоархитектурные формы, сумму еще не определили. Это, наверное, свойственно всем городам, когда город разрастается, а у нас в Чебоксарах с вами строится 15 микрорайонов только на данный момент, конечно, каменные джунгли начинают создавать определенную стрессовую ситуацию для людей, и поэтому парки – это то самое значимое, что мы обязаны сохранить. На протяжении достаточно долгого периода парк Лакреевский лес не получал бюджетного финансирования в принципе, так же, как и парк 500-летие, потому что это были учреждения, которые всегда зарабатывали сами. Но сегодня мы понимаем, что без включения административного ресурса, бюджетного финансирования парк сам не в состоянии на старых аттракционах заработать достаточно для того, чтобы развить в целом и комплексную инфраструктуру. Все, о чем шла речь, планы только на этот год, так называемые краткосрочные. Уже несколько лет архитекторы города разрабатывают глобальный проект реконструкции Лакреевского леса. Но это уже совсем другая история. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. 1 июня – это всегда улыбки, игры и радостный крик «Ура! Каникулы!». Именно так называется чемпионат по метанию портфелей. Этот праздник для юных зрителей традиционно проводит национальное телевидение «Чувашия». О нововведениях и рекордах в нашем репортаже. Чемпионат по метанию портфелей – мероприятие хулиганское. Возможно, поэтому в нем с большим удовольствием принимают участие и малыши, и взрослые. Кстати, идея чемпионата придумана детьми, юными журналистами нашей телекомпании, учениками медиа-центра «Куча мала». Мне захотелось больше веселья, потому что у нас сегодня каникулы вообще начались. И я поэтому кинула портфель, кидала краски всякие разные. Для того, чтобы стать чемпионом по метанию портфелей, нужно, во-первых, покушать кашу, набраться сил, сосредоточиться и со всей силы кинуть в портфель. И тогда ты станешь победителем. А как кинуть? Сверху или снизу? Кому? Как удобней. Но мне удобней снизу, так как сила больше. Если раньше участники чемпионата приносили ранцы из дома, то в этом году все кидали один и тот же портфель по очереди. Так все по-честному. Спонсор реквизита – пятиклассник Никита Гражданкин. Мне его не жалко. Ведь он мне просто жил так много, аж с четвертого класса. Конечно, он сейчас уже грязненький там. И его покидали, наверное, уже раз сто. Но мне его не жалко. На самом деле портфель падал на жесткий асфальт ровно 287 раз. Вне конкурса ранец закидывали сотрудники телекомпании. Национальное телевидение Чувашии проводит чемпионат по метанию портфелей третий раз. И в этом году я точно сделаю это. Девять метров. Результат, конечно, не чемпионский, но настроение от этого не испортилось. Максимальный просок этого года – 17 метров. Так далеко улетел портфель у Анара Багиева. У школьников цифры, конечно, скромнее. Лучший результат семилеток – 7,5 метров. А рекорд 12-летней Даши Рыжовой – 10 метров. Мальчишки-ровесники так не смогли. Надо заниматься спортом. Есть здоровый пищик. Все чемпионы получили заслуженные медали. И, конечно, призы от национального телевидения Чувашии. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Олег Якимов. Республика. Воздушные шары, гигантские рогатки, эстафеты, конкурсы и море мороженого. Что еще нужно детям для полного счастья? Только больше мороженого «Волга Айс». Репортаж смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До завтра. Прямо сейчас за моей спиной проходит настоящий праздник мороженого от масла Сербаза Чувашской и торговой марки «Волга Айс». Сегодня раздают бесплатное мороженое детям. Все, что для этого нужно сделать – поучаствовать в конкурсах, раскрасить мороженое, покидать шарики, получить купоны, обменять его вот примерно на такое мороженое, как у меня. Или взять рожок, а, возможно, пломбир. Любые капризы сегодня здесь возможны. Мне тоже перепало одно мороженое, и оно, правда, вкусное. Праздник удался на славу. Более тысячи детей и взрослых приняли участие в забавных конкурсах от «Волга Айс». Дети раскрашивали гигантские картинки, устраивали ралли на велосипедах, танцевали и участвовали в конкурсах. Я участвовала в конкурсе, где нужно было в обруч сойти и его через себя перекинуть. Я получила такой купон, на который можно было взять мороженое. Мороженое. Я очень люблю мороженое, и такое вижу впервые. Мне очень понравилось. Сибарксарский пломбир такой нежный. Вкусный очень. Родители в конкурсах не участвовали, но мороженое тоже успели попробовать. Очень вкусный. За детьми доедаю. Дети участвуют, мама кушает. Участвовал, только что мороженое выиграл. Следующее мороженое, говорит, будет для меня. На празднике маслосырбаза Чувашская дала возможность всем жителям столицы попробовать новые сорта мороженого. Ты и я, Кураж и пломбир на сливках. Именно они участвуют в акции «Собирай баллы, получай призы». Каждый любитель мороженого может принять в ней участие, собирая промо-упаковки с баллами. Акция продлится до 31 июля 2016 года. Подробности участия и список призов на сайте promo.volgadefisice.ru Оксана Очкасова, Андрей Шоклев, Республика.